решили снять продолжение значит эпопеи с грузовиком осталось уже чуть-чуть александр в принципе все доделал сейчас осталось до собрать сегодня вывозь выяснилось еще что дверь до перекрашивать будем александр вот и в принципе перекрасить дверь отполировать собрать кабину у нас еще сидение не готовы сейчас я вешаю номера уже вот с ними здесь кстати как выглядит теперь новый бампер этого автомобиля у него не было никакого теперь вот есть вот такой задние на него мы установили значит стоп-сигналы хайсовский вот они 1 2 уже подключил александр значит рамку решили поставить обычную китайскую вот эту вот ну и не знаю какая вот вот здесь она будет стоять с номером рамка до этого у него был родная она у нас гнила значит она сгнила с топори там вообще были не пойми какие они тоже отгнили и держались они на будке на саморезах то есть очень ненадежная схема была теперь все вот на таком вот швеллере серьезном швеллер кстати сварен из трех кусков из остатков потому что ну другого ничего не нашли он был самый подходящий по размеру все теперь выглядит как будто одно целое была проблема значит вот с этой вот запаской с ее креплением закис механизм подъема от этого крепления запаски вчера александр с ним бился значит победил вроде как работает все от кисть почистил смазал работать 100 то запаска нормально значит поднялась у нас тросик удалось восстановить ручник сейчас вот он по-моему стоит на ручнике да для этого значит мы поменяли тросик вот этот вот заказал с владивостока его а ты кстати его не закрутил саша вот здесь вот ты видел вот тут от руки крутить тросик не оригинальный обошелся две стороны тысячи там и плюс доставка по вам 700 рублей вот до этого здесь был просто он рваный то есть разорванный вот тут то есть вот этот вот полностью он здесь из двух частей состоит тросик то есть то есть вот эта первая часть вот эта часть была целая которая с кабина идет ее не меняли только вот этот вот также закис механизм по-моему правая до сторона закис ну сильно закисла правая сторона хорошо полностью закисли механизм это ученика которые у нас идут туда в ступицу и вот вот вправо не было тросика до привода колодки удалось найти на разборке такой тросик маленький именно наручник который работает так что еще сейчас вот нюансы по сборке после того как опустим будку надо будет отрегулировать торсионы передние потому что скорее всего все равно жопа но будет ниже потому что торсионы передние накручены по моему позавчера мы установили стекло лобовое заняло это у нас наверное где-то минут двадцать до то есть установили по технологии значит веревочки этой шнурка шнурок обвязали вокруг стекла там в резинке вот здесь он был этот и вот так вот выдергиванием шнурка заправили резинку на место стекло новое родное было по ценой и я его не аккуратно вытащила который у нас было приготовлено для этого просто из-за хранения неправильного значит лопнуло поэтому стекло новое китайская стоит навесили двери уже тоже по моему позавчера то есть уже все открывается закрывается и вот та дверь верхушку вот александр решил перекрасить там были косяки в общем полировка не ушли поэтому перекрашивать час подножки кстати уже он установил сашка все только не отмыл грязную поставил это была родная которая целая с той стороны вот у нас она новая стоит не родная тоже китайская по моему она лежала долго у меня вот она то есть она не родная вот здесь вот на краске вот тут косяк тут косяк и вот тут вот тысячи стекло она тут почистится вот это вот резинка но она и была уже в краске потому что эти двери уже красились это все очистим так по переду значит все понятно механизм значит дворников собрал установил эти омыватели стекла и собрал торпеду внутри соврал соврал это не торпеда это просто я собрал всю требуху вот эту вот печку кондиционера ты короче радиатор поставил собрал все эти релюшки полностью все эти усилители поставил на место разбирала это где-то месяца на 2 назад если не 3 естественно все забыл все нюансы забыл фото по этот все что у меня было сфотографировано в старом телефоне осталось который разбил поэтому как бы пришлось все по памяти и на ощупь восстанавливать это все как все было значит приходилось разбирать по моему раза три я собрал и разобрал это все потому что забывал что-то сделать какую-то процедуру первый раз я забыл подсоединить фишку которая подсоединяется за печкой вот там вот то есть пытался ее так подсоединить время тоже потерял в итоге короче раз обор опять разобрал все подсоединил фишку собрал оказалось что забыл подсоединить вот этот вот обдув лобового стекла пассажира тоже подключается аж там изнутри и его я тоже естественно забыл подключить пришлось еще раз разобрать ну и частично приходилось разбирать вот этот вот снимать входной еще раз тоже там мне уже не помню что-то тоже не подключила искал короче крепление вот этой вот релюшки куда она крепится ну вот в общем все удалось осталось только поставить торпеду эта процедура несложная здесь на этом автомобиле сейчас это все пропылесосить вытереть пыль и поставить торпеду торпеда я тоже хочу предварительно что-то с ней сделать какую-то значит какой-то ремонт какой-то косметический небольшой так устанавливаем номер так вот а там же еще эти проводки ё-моё надо его распутать вот этот вот ерунду вот эту вот он нормально вот в принципе как бы номер висит осталось его подключить вот к этой фишки до этого надо сюда значит фишку сделать я думаю ну да так вот это наверно хомут сюда сделаем вот это вот так будет и здесь фишечка будет значит вот фишечку разобрал сейчас надо запиновать этот заново короче чтобы было все круто короче вот она мы ее разберем запинуем блин тут конечно ну ладно разберем девочки еще такие сделаем тоже все круто сколько уже этот грузовик здесь стоит но вот в марте мы его купили март сегодня уже сентябрь до 6 уже полгода не ну понятно что в работе то он не столько находится по времени по мере значит когда мы начали заниматься первый раз я его переварил в апреле вот это все гофру заварю кабину заварю потом он стоял вот много месяцев до и потом я заняться решил заняться кабиной но в итоге вот александр подхватил эстафету я думаю что наверное проклинает это время вот делаем такой вывод не особо наверное довольно так вот уже подготовленный передний бампер к установке у нас значит вот эта часть была повреждена от дтп то есть вот правая да вот это противотуманка она правая но стояла почему-то у нас слева вот я купил еще одну левую противотуманку значит это направо поставил как положено вот это новая противотуманка не оригинальная то есть видно да отличается поэтому по цвету надо было все таки заказать две наверное не оригинальных было бы намного симпатичнее но экономия экономия жесткая 650 рублей по-моему она стоила на дроме да вот так номер уже поставил значит клыки клыки у нас не подошли по креплениям то есть это от предыдущей модели видать то есть более маленький бампер там где стоит то есть пришлось их на болты поставить здесь такой колхоз временный а может быть и постоянный но вот так по другому никак у меня кстати на старом грузовике также точно не на болты закреплены видать вот на ту модель вот на эту модель просто нету клыков и вот на предыдущую все покупают ставят сюда вот так сейчас по будке еще посмотрим да нюанс который в прошлый раз выяснился у нас сгнили сгнила металл там под будкой сейчас покажу как мы это исправили так в прошлый раз значит выяснилось да что вот эти вот части как бы подрамник да вот этого будки они сгнили поэтому вот эти две части я поменял потратил на это целый вечер вырезать их было сложно очень и из такого же квадрата 50 восстановил значит уши вот эти крепления к раме сюда пока не приваривали будем по месту приваривать чтобы не ошибиться потому что мы и на раме их меняли местами получается там уже прикрутили здесь приварим уже по факту ну все почистил металлы снизу покрасил такие железяки все обычным кузбос лаком пока но чтобы дальше мнение никакого не было александр установил подкрылку крылья получается задние это до задние крылья сама изготовлены и более менее лучше чем гнильев которые тут стояла все это уже посмотрим на машине как будет смотреться готов нас проверим сеть все подсветочка работает один фонарь работает второй работает александр вот сделан постучал все заработал нормально подсветка работать все это самое главное все ждем александра и устанавливаем будку